Всем добрый вечер еще раз. Зовут меня Нечаев Венис. Наша сегодняшняя тема разговора вечернего – это замечательная программа SketchUp и стартующий наш учебный центр специалист, курс по этой программе, который стартует на следующей неделе. Собственно, с вами как раз попробуем забраться, что это за программа, где она находится в линейке других программ, которые связаны с трехминальной графикой, вообще стоит ли этим самым SketchUp заниматься. Можешь сразу бросить его, перейти на какие-то более тяжелые приложения. Итак, у самой программы на самом деле достаточно богатая история. Достаточно давно он был сделан и достаточно активно использовался. Но, наверное, большую популярность он стал приобретать, когда в свое время его купила компания Google и смогла подключить к своей гугловской карте, и появилась возможность создавать в SketchUp разнообразные объекты сразу с привязанной геолокацией. И в свое время был даже такой бум на SketchUp в этом плане. Ну, сейчас уже эта программа в Google прилежит. В 2012 году продала она другой компании, Trimble, которая тоже достаточно известная фирма в области всяких разных вещей, связанных с GPS-трекингом, с навигацией. Но в плане популярности SketchUp по-прежнему остается одним из самых выбираемых продуктов по нескольким причинам. Во-первых, сам по себе SketchUp – это, наверное, одна из самых простых в изучении программы. Нет никаких сложных инструментов, нет никаких сложных действий. Фактически обычная геометрия, иногда даже похожая на какое-то школьное рисование. Но при этом получаются объекты аккуратные, получаются они быстро, причем с возможностью задавать все нужные численные значения, связанные там и с размерами, и с другими свойствами вашего объекта. То есть это уже будут наши объекты не просто нарисованные по параметрам из головы, это будет все у нас с вами достаточно точно, аккуратно создаваться. И поэтому SketchUp, несмотря на кажущуюся простоту, достаточно успешно можно использовать во всех задачах, которые так или иначе относятся к трехмерной графике. Это, конечно, интерьерный дизайн, конечно, экстремент дизайн, всякие разные коттеджные домики с ландшафтами. Это инженерное проектирование, достаточно симпатичные получаются объекты всякого разного инженерного плана, в том смысле, что не просто нарисовать, но еще и получить документацию на производство этих объектов. Ну и, конечно, с некоторыми дополнениями и обновлениями SketchUp достаточно успешно можно использовать как программу создания объектов под трехмерную печать. В общем, тоже все забавно и интересно получается. Конечно, в отдельной ситуации в SketchUp не будет конкурентом более тяжелым своим... скажем так, программу из того же самого направления, тому же самому 3D Max, от ADS, в Куму Лимае, но тем не менее все равно все очень даже неплохо будет получаться даже при создании относительно сложных объектов. Еще пару вещей слов по поводу SketchUp. Еще как бы один, на самом деле, из плюсов этой программы в том, что поставляется в нескольких вариантах. Есть версия SketchUp совершенно бесплатная, причем она уже реализована не в виде даже программы, в которой устанавливается компьютер, а в виде приложения HTML. То есть заходите по адресу этому, регистрируетесь, и у вас получается в браузере достаточно неплохо работающий вариант SketchUp. Естественно, с некоторыми ограничениями пока что не получается в таком онлайнерской SketchUp устанавливать всякие разные интересные дополнительные возможности для программы, но тем не менее все базовые функции очень даже неплохо будут в такой версии программы получаться. Никаких половых комментов не будет, то есть заходите по этому адресу, регистрируетесь, и сразу получаете в браузере интерфейс знакомый с SketchUp, и сразу там уже можно будет замечательно моделировать. SketchUp с недавнего времени входит в замечательную программу от Google, которая называется G Suite. То есть если еще один способ получить бесплатное пользование SketchUp, это вот программа G Suite для образования. Также можно будет погулять в интернет, что это за зверь. То есть, в принципе, тоже один из вариантов вместе с другими гуглскими приложениями получить свое распоряжение SketchUp, особенно актуально, конечно, для студентов, для школьников, как раз через эту программу. Ну и версия программы полноценная, которая ставится на компьютер, она называется SketchUp Pro, она уже будет стоить некоторых денежек. Если разговор идет про обычную версию программы, полную версию программы, что в тотом районе 40 тысяч, это вам обойдется удовольствие. Помимо обычной версии, у них есть возможность приобрести версию для образования и версию для некоммерческого использования. Здесь уже будут совсем другие деньги, что-то там в районе 5 тысяч, и та и другая версия будет вам стоить. То есть, в принципе, получить за 5 тысяч полноценную рабочую программу, это на самом деле прикольно. По сравнению с другими программами, более тяжелыми, с тем самым CDMAX, который требует 44 тысячи годовой подписки, здесь за 5 тысяч получаете программу один раз на всегда. И если говорить про сами возможности программы, то, конечно, один из самых больших плюсов, почему обычно SketchUp выбирают, это то, что не всегда хочется тем самым инфинитекторам заморачиваться на сложную и тяжелую программу с большим количеством инструментов, с большим количеством сложных операций с объектами, с какими-то специализированными объектами. Хочется просто взять и начать рисовать те же самые стены, те же самые перекрытия, те же самые колонны. Особо сильно не вдаваясь в какие-то хитрые сложности по типу объектов, по типу линий. Поэтому то, что в SketchUp все происходит на первый взгляд очень просто, это один из самых больших его плюсов. Ну, например. Собственно, вот он стандартный интерфейс в SketchUp. Есть некое рабочее пространство, есть у нас с вами даже такая замечательная фигура девушки для некоторого масштабного сравнения. Ну и вот вся наша базовая подборка инструментов, которые есть у нас изначально в интерфейсе в SketchUp. Стандартный карандаш, всякие разные инструменты, которые позволяют нам дуги рисовать, и базовый объект на подобии прямоугольников или кругов. Ну и, собственно, чтобы мне уже начать что-то такое создавать, достаточно взять, например, обычный прямоугольник, нарисовать его. На этом обычном прямоугольнике я могу теми же самыми линиями в случае необходимости его каким-то образом порезать на всякие разные нужные мне участки. Если нужно будет вписать какие-то более сложные формы, можно будет взять ту же самую дугу и ее как-то с одной стороны вписать и с другой стороны вписать. Мышка-мышка. То есть никаких сложных тел и жеем с вами не делаем, просто делаем стандартную нарезку, какую-то наших объект. Но потом уже можно будет начать выбирать, что мы хотим оставить от нашего объекта, что хотим с вами убрать. Есть замечательная стерка классическая. Эта стерка можно будет лишние элементы, которые нам с вами не нужны, поубирать. Нужные части наших объектов можно будет оставить. Какая-то такая хитрая загогульная будет получаться. Эта загогульная сразу можно будет на с вами передать объем. Такая замечательная трехмерная штука на с вами будет входить. Дальше все то же самое на любой части нашего трехмерного объекта. Можно рисовать тот же самый прямоугольник. Его можно будет выдавить, его можно будет обратно вкорить, вытащить. Можно будет еще один этаж сделать. Можно еще будет сюда выйти. То есть без каких-либо сложностей мы с вами сразу рисуем либо на нашей стартовой плоскости, либо поверхности других объектов, любые на с вами нужные формы, любые на с вами нужные элементы. Всегда в любой момент нарезаем нашими стандартными инструментами новые поверхности, и, соответственно, уже все, что угодно, с нашей диаметрией делаем. И это на самом деле очень прикольно. Если мне потребуется сделать те же самые стены для его будущего помещения, я могу нарисовать обычный прямоугольник, могу нарисовать еще один обычный прямоугольник. Сейчас, сейчас, эй, мышка, мышка. Могу нарисовать еще один обычный прямоугольник. Могу лишние линии между нашими фигурами убрать. Ну и сделать классический отступ от краешка моей линии. Ну и внешние стены совершенно замечательно выдавить. С тем самым успехом могу на стене нарисовать окошко. Его замечательно выдавить. С другой стороны могу нарисовать. Все замечательно будет у нас с вами получаться. Видите, видите. То есть определенная простота, конечно, у нас с вами наблюдаются, но тем не менее мы с вами получаем коробку, которую в дальнейшем уже можно будет дефтерировать, можно будет добавить всякие разные лампочки, можно все будет красиво светить, отфильдизировать. У нас с вами будет получаться достаточно плохо выключить архитектурный объект. Все эти действия, которые вы выполняете, помимо того, что они у нас выполняются достаточно просто, они все могут у нас с вами задаваться не на... как я сейчас все это рисовал, а чисто точно. В нижнем правом углу программы есть замечательно чистое окошко, которое называется расстояние по-русски. В процессе выполнения какой-либо команды вы можете всегда без проблем просто на клавиатуре прописывать нужные значения изменения ваших объектов, и у вас все будет получаться с точки до миллиметра. Если я нарисовал какой-нибудь прямоугольник, и хочу сейчас... Сейчас, секунду. Мишка. Да. И хочу задать ей какую-то толщину. То есть я могу, конечно, делать на глаз, а могу так просто в процессе выдавливания написать, а давай ты мне делаешь выдавливание на 2000 миллиметров, нажать на кнопку Enter. У меня будет получаться выдавливание ровно 2000 миллиметров. Несмотря на все такие вот несложные вроде бы действия с нашей с вами страны, все эти операции у нас с вами могут заполняться чисто и точно. Вполне реально создать в скетчапе проект, который будет совпадать с нужными схемами, чертежами. Один к тому. Более того... Более того... Как правило, когда вы будете подобный проект создавать, скорее всего, у вас уже будет что-то типа чертежа из того же самого автокада нарисованного или из какого-то другого кадрского приложения. Или будет какой-то схема нарисованной в виде растрового изображения. Если есть у вас в сопряжении такая картинка, вы в качестве основы можете использовать данное изображение и рисовать ваши стены прямо к нему. Ага, сори, вопрос не видел. Касаемо прямоугольника размеров конкретных, в процессе, когда вы рисуете, вы просто начинаете набирать на клавиатуре. Хочу сделать прямоугольник 2550 по ширине, точкой запятовой, 3790 по высоте. И прямоугольник данного размера у вас будет сразу создаваться. То есть в процессе любой команды, у вас, во-первых, там цифры все их там бегут, и вы можете прямо в процессе набора просто начать писать на клавиатуре, нужные размеры. И все замечательно будет входить. Итак, есть в нашем распоряжении картинка несложного помещения. Сейчас, вернись, я прощу. Чуть-чуть у меня центральная кнопка мыши подключивает, поэтому навсегда он у меня вращается. Негодяй. Я могу без всяких проблем в качестве фонного изображения этот свой чертеж на заднем плане своей сцены разместить. Стандартная команда import. В качестве формата выбираю в данном случае jpeg.com файл, но как вы видите, если вдруг у вас будет сделан какой-то чертеж в том же самом автокаде, можно будет выбрать и формат автокадрский. Ну, у нас с вами план сделан в формате jpeg.com, импортируем его. Ну, и вот, соответственно, на экране я его должен образом... Упс, только не по той плоскости, sorry. Должным образом я его и размещаю. Есть у SketchUp крайне прикольная функция. Сейчас вот эту картинку, которую я разместил, она у нас фактически разместилась на глаз. Я совсем не уверен, что тот, видимо, размер 11.744, который у нас сами есть, он действительно именно такой. Есть в испоряжении SketchUp замечательный инструмент, измерительная линейка. Я просто говорю, что померя, сколько реально сейчас, от этого угла до этого угла. Моя линейка померила, мне написало, что это ни разу не 11 метров, а это почти 40 метров. Но я просто в процессе измерения своей линейки говорю, нет линейка, это 11.744. И когда я на Enter нажимаю, автоматически моя картинка... Упс, sorry, сорвалось. Сейчас, секунду. Эта мышка совсем у меня отказывается работать. Так, наша измерительная линейка от этой точки до этой точки. Сейчас. Что-то она у меня не хочет вообще работать. Сейчас, сейчас. 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 Ага. Такое ощущение, что у меня, упс, сейчас, сейчас, центральная кнопка мышки совсем зависла. Сейчас, секундочку. Угу. Меришь, меришь. Ну, почему не оставляешь ничего. Так, все хорошо. О, заработала, отвисла. Отлично. А, нет, не заработала. А, нет, заработала. Да. Ура. Чуточку не понял, почему не хотел работать у меня изначально. Ну, ровь, все хорошо, вроде бы отстучал мышку. И, соответственно, сразу у нас с вами, когда размер получился большой, прописали для нашей измерительной линейки другой размер. И нам автоматически все вписывается в нужные размеры. И теперь точно, когда мы с вами будем мерить наш объект, он будет нас с вами уже представлять собой именно эти самые наши 11 тысяч. Так, ну, что-то по-прежнему не хочет рисоваться. Вот, зарисовалось. Там вот 11 с копейками у нас с вами получается, точно, аккуратно. То есть даже если вы будете работать не с кадровскими проектами, а с подобными изображениями, все равно есть возможность все это привязать точно к нужным размерам, которые вы хотите в итоге получить. Но все, что мы останемся сделать, это просто стены в моем помещении отрисовать с помощью обычных прямоугольников, ну, и в отдельных ситуациях линии. И все замечательно будет получаться. В данном случае... Сейчас, секундочку. Да, чуть-чуть у меня немножко мышь по-прежнему бунтует. Итак, один прямоугольник, второй прямоугольник, еще один прямоугольник. Там он... Еще один прямоугольник. То есть, конечно, в плане, если это был кадровский проект, все чуть-чуть поаккуратнее получалось, но даже с такой точностью тоже все будет очень неплохо у нас с вами получаться. Совсем мелкие детали не буду рисовать. Это... Обычное рисование, где нужно линии нарисовать, так же можно будет наш объект спокойно разбивать уже на отдельной части. Сейчас поставить мелкую детали нарисую. Дальше уже стены обычные. То есть, по-прежнему, сейчас все это дело на глаз, конечно, но все, как видите, размеры всех стен есть, и можно будет реально эти прямоугольник нас с вами прописывать просто в размер нужного нам с вами. Чуть, конечно, будет подольше, но тоже все возможно. Ну и остальные внешние стены... Да что ж ты будешь делать-то? Петь. Остальные внешние стены. Одна стена, вторая стена, третья стена. Ну и заключительная стена. Все объекты, которые у нас с вами построены, можно уже будет спокойно нашу тоже самостеркой все мешающиеся линии убрать. Не сложный процесс, местами, конечно, муторный, если будет сложная конфигурация. Но все равно это на уровне наших обычных прямоугольников, которые не требуют от нас совсем каких-то сложных сплавенных действий, сплавенных операций. Ну и когда все это будет у нас с вами уже сделано, можно будет приступить к процессу выдавливания нашей с вами стен. У нас есть с вами оконные проемы, у нас с вами есть дверные проемы. Я точно понимаю, что у меня, например, окно будет на 900 мм от пола. Точно понимаю, что высота моей двери будет там пускай 2 метра. Ну и, соответственно, общая высота будет там 2,5 метра всех наших стен. Поэтому, чтобы нам с вами в дальнейшем было удобнее привязываться к этим нашим оконным либо дверным моментам, то можно будет просто наши стены выдавить не за один, а за три этапа. Типа первый этап – это высота будет нашего окна, 900 мм. Второй этап – это будет у нас с вами 1100. А, вру, не 1100, это будет 2000. То есть еще плюс 900. Ну и третий этап – еще плюс 500 мм. Немножко неудобно то, что стандартными средствами, которые есть на скетчапе, не получается неким образом сгруппировать наши отдельные кусочки стен. То есть придется эту операцию выполнять для нескольких наших стен по отдельности. Но это на самом деле не сложно. С контролом еще на 1000, ой, на 2000. Еще на 500. Еще один кусочек сейчас. 900. 900. 1000. 500. Что-то такое будет получаться. В тех местах, где у нас с вами будут окошки, спокойно, к соответствующей части, мы с вами закрываем снизу, сверху. Там, где у нас с вами будет дверь, только верхнюю часть мы с вами закрываем. Какая-то такая конфигурация будет непосредственно с вами получаться. Еще один кусок. Спасибо. Что-то такое будет у нас получаться. Плюс, помимо того, что можно делать в качестве собственного материала, есть у нас сами уже достаточно богатая коллекция материалов готовых, которые можно будет с рабоей своей использовать. Ну и достаточно, например, на внешнюю стену. Один тип материала. На внутренние помещения. Другой тип материала. Все, достаточно симпатично будет получаться. Конечно, без всяких проблем можно будет по любому нашему кусочку щелкнуть, и там есть специальная опция, которая позволяет размером положения текстуры управлять. Больше-меньше, под углом. То есть все эти вещи тоже мы можем очень плохо контролировать и редактировать. Так, стоп, видел. Нужно убрать линию. А, смыть. А, я понял, да. То есть линия там мне мешала, когда я лучше с этим самым размером сюда. В общем, может быть, не заметил. И все достаточно нарядно, хорошо у нас с вами будет получаться. То есть, несмотря на несложные операции, на несложные действия, у нас с вами получается очень точно построенный объект. Ну, относительно точно, из-за того, что все-таки у нас с вами подложка джипеговская, а не автокадский файл. Но, тем не менее, все достаточно неплохо у нас с вами будет впоследствии получаться. Еще один плюс, почему тоже часто выбираю скетчап для работы. Прямо в самом скетчапе у нас есть доступ к замечательному набору готовых объектов, который называется 3D Warehouse, который сразу можно будет использовать в наших проектах. Ну, например, хочу я вставить те же самые, ту же самую дверь. Я еще, похоже, с сотой немножко напутал, ничего страшного. Хочу вставить ту же самую дверь в район. Есть в нашем распоряжении. Так, сейчас, секунду. Чуточку не понимаю, почему нет в основном окошке. Ничего страшного, можно будет просто открыть отдельное окно, это самое 3D Warehouse. Готовая большущая коллекция как полностью готовых сцен, так и отдельных компонентов. Без каких-либо проблем в поиске прописываем, найди-ка мне двери. И на любой вкус. Совершенно разные двери. Причем есть варианты дверей, которые называются интерактивными дверями. По ним еще можно будет щелкать, и они будут закрываться, открываться. То есть будет еще какая-то дополнительная динамика, и, возможно, в будущем выниматься все это, можно будет так иначе задействовать. Ну, что я на такую-нибудь совсем сложную возьму. Дверь понравилась, загружаем, загружаем прямо к себе скетчат, и наша дверь получается. Ставим ее, ну да, 900, да, насчет 2000 там увеличился. Ставим ее, даже если ошиблись с размерами, есть, естественно, всякие разные инструменты, связанные с тем самым масштабом. И можно будет нашу дверь, упс, нашу дверь можно будет неплохо вписать, даже в такой большой проем. То же самое с окнами. Традиционное окно загружаем, вставляем. Также можно будет все это аккуратно с вами вписать, растянуть, поставить. Все симпатично, хорошо будет у нас с вами получаться. На самом деле подборка объектов очень большая, включая всякие разные готовые объекты. И все это уже можно будет спокойно на работе использовать. Наполнит наше помещение мебелью, какими-то предметами той же самой кухни. Можно же будет без всяких проблем. Это все уже есть, все готово, да. Ну, помимо того, что, конечно, можно будет с средствами отдельными, с кетчаповскими, еще рисовать свои собственные объекты. Ага, сейчас скажу про эндер. Такая штука будет непосредственно получаться. Наверное, самый большой плюс кетчапа, по сравнению с другими программами, ни в одной другой программе, даже совсем в тяжелых, наподобие того же самого 3D Max или Maya, не видел такого количества дополнений, модулей всяких разных, которые позволяют существенно расширить возможности кетчапа. В частности, один из самых минусов в стандартной сборке с кетчапа заключается в том, что подача нашей итоговой изображения будет примерно вот такая вот. Ну, максимум, что вы еще сможете сделать в случае необходимости, забраться, например, в настройки освещения. То есть там выбрать время освещения. Можно будет яркость света сделать больше-меньше. Можно будет в случае необходимости туман какой-нибудь добавить. И прочее, прочее. Но все равно хочется добиться какой-то фотористичности в визуализации. Под скетчап есть все основные варианты визуализаторов, которые сейчас есть вообще в настоящее время. Начиная от совсем простых вариантов, ну, в частности, то, что стоит сейчас у нас здесь на компьютере, это бесплатный рендер, который называется Twilite. Есть у этого рендера вариант бесплатного использования, что на самом деле хорошо. Ну, и уже с помощью этого рендера, выбрав какие-то готовые шаблоны для визуализации, можно же будет получать достаточно забавные картинки. Кстати, даже несмотря на то, что рендерсм простой, есть у меня там всякие разные забавные эффекты дополнительные, ту же самую дымку можно будет какую-нибудь модную добавить при рендере, ну, и прочее-прочее. То есть картинка будет получаться, конечно, простоват, но, тем не менее, это уже что-то похоже на какие-то реальные фотографии. Зато бесплатно. Ну, и, в принципе, когда вопрос заходит про визуализацию в SketchUp, в SketchUp обычно хватает вполне для того, чтобы получать уже совсем правильное изображение. Это, конечно, наверное, самый популярный модуль, который есть в настоящей рендерной графике, это, конечно, V-Ray. Можно поставить, будет под SketchUp V-Ray, и картинка будет получаться замечательно. V-Ray вместе с собой не свои материалы собственные и система освещения, то есть, в принципе, изображения будут получаться по качеству, совершенно не вступающие изображения, которые получаются после рендера V-Ray в том же самом 3D Max. Стена кусочками поднималась только по одной причине, чтобы можно было вот на этом уровне сделать шивку стен, чтобы закрыть дырку под нашей стеной. То есть... Сейчас. Так мы сами хотим получить изображение более-менее точное. Вот, чтобы разместить проем в нужном месте, сделали отступ от пола до проема 900 мм. И потом вот эту вот дырку, которая у нас с вами возникала, мы просто закрыли ровно аккуратно, у нас получился ровный проем, стоящий на нужной высоте. То же самое и с верхней кромкой стены, чтобы можно было вот здесь вот закрыть новыми полигонами дырку на стеной. Также сделали еще один отдельный этаж, чтобы можно было его, соответственно, закрыть. Потом здесь все эти линии можно будет спокойно пробивать, и стена будет получаться на самом монолитном. Текстуру потом можно будет настроить сразу для всех полигонов какой-либо страны. Может быть, стандартный вариант управления текстурами будет немножко неудобен в таком массовом применении, но есть дополнительное расширение, которое позволяет текстурой очень хорошо управлять. То есть можно будет на всю стену сделать единый вариант размещения текстур без каких-либо проблем. Да, есть в самом скетчапе вариант так называемой песочности, который позволяет массиву точек делать. Но есть также дополнительные модули, которые позволяют это делать более, наверное, удобно. Если будет интересно, на курсе по скетчапу это покажу. На самом деле, очень много действий, операций, которые хочется сделать с объектом скетчапе, он сам так или иначе либо не умеет, либо делать это всем хорошо. Но это все можно будет дополнить расширение. В том числе есть специальные модули, которые позволяют прямо по поверхности строить, во-первых, поверхность по точкам, а во-вторых, по этой поверхности строить дополнительные элементы, те же самые дороги, которые будут повторять контуры этой поверхности. Истории нету, есть стандартная команда, которую отменить. Но именно такой хистери здесь не будет. Касаемо дополнительных расширений, то есть есть очень много разнообразных модулей, которые так или иначе улучшают работу с объектами в скетчапе. Начиная от объектов, которые позволяют те же самые стены автоматом создавать, причем есть дополнительные расширения, где можно будет выбрать тип стены, нужную толщину с покрытием, без покрытия стены и прочее, прочее. Есть модули, которые позволяют сразу окна готовить по нужным парам, например, двери делать. То есть не сказать, какие двери готовы, а создавать по нужным свойствам двери. Есть очень неплохие модули, которые позволяют при необходимости делать то, что называется в других программах полигональное моделирование. То есть, условно говоря, я могу взять в качестве стартового объекта какой-то там многоугольник, ну и в дальнейшем уже с этим многоугольником поиздеваться. Будет получаться почти что полноценное полигональное моделирование. Как в более тяжелых программах. Это на самом деле местами прикольные. То есть в плане моделинга нас с вами с кетчапом, смотря на свою такую кажущуюся простоту, позволяет очень много чего интересного сделать. Ну и после того, как все это сделано, можно будет без всяких проблем с помощью еще одного дополнительного модуля все это аккуратно сгладить. Какая-то такая вот симпатичная аккуратная геометрия будет непосредственно получаться. Стандартными средствами не скажу. На самом деле ни разу не пробовал. Я знаю, что есть дополнительное расширение, которое позволяет спецификацию всех объектов, которые построены, экспортировать в Excel. То есть, грубо говоря, есть возможность к тем самым слоям привязываться, брать спецификацию объектов, которые есть в описании слоев. Все это вводить в виде Excel-доскоп списка. Но стандартным средством, честно скажу, никогда не пробовал такие вещи в скетчапе выполнять. И на самом деле даже вроде бы и ни разу я и не видел, что такая штука именно в скетчапе есть. Но такое дополнение точно есть. Ну и, конечно, если вдруг по каким-то причинам мне понравится, как скетчап, например, ту же самую реализацию делает, захотим обратиться к более сложным программам, к тому же самому 3D Max, чтобы перетащить геометрию в 3D Max, скетчап позволяет импортировать свою графику в любую трёхмерную программу для того, чтобы там можно было доработать. Стандартная команда экспорт, ну и, соответственно, трёхмерная модель. Все основные форматы, которые здесь у нас сами представлены, понимаются другими любыми программами, то есть автокадовские файлы. Можно будет через тот же самый FBIS-ный формат, либо через убежейный формат перебросить всё в 3D Max, и всё замечательно будет получаться. Так что, смотря на кажущую пустоту, программа на самом деле очень мощная. И если разговор идёт про создание интерьеров, либо экстерьеров, то, в принципе, я думаю, что результат, который будет получаться отечать, ничем не будет отечаться от результат, который получает в 3D Max. А по действиям, по операциям всё будет происходить гораздо проще и быстрее и удобнее, нежели в 3D Max. С условиями всё очень просто. Есть у нас с вами специальное менюшко, которое называется Layers. Хочу, например, сделать отдельный слой для мебели. Создаётся слой, называется Furniture. Ставится волшебная галочка, типа слой это будет на с вами активный. И теперь все объекты, которые у меня будут появляться на сцене, они будут автоматически на этот слой размещаться. Текстуры – это скорее будет привязка к объектам. Есть такое понятие, как материалы, которые будут себе в том числе текстуры содержать. Слои – это скорее геометрия. А какой материал будет на геометрии, вы сами же убираете. Ruby – язык программирования, с помощью которого можно писать всякие разные автоматизированные вещи. Я, к сожалению, не очень большой программист, особенно на Ruby. Но все вот эти дополнения, которые видите, это как раз и есть результат работы этого самого Ruby. То есть это аналог фотошоповских экшенов, которые позволяют, с одной стороны, автоматизировать процессы, наиболее часто повторяющиеся, с другой стороны, позволяют писать всякие разные расширения и дополнения. То есть внутренний язык программирования, который, собственно, в SketchUp есть. Так, сейчас, только секундочку. Где-то мой туман. Вы имеете в виду у прямоугольника покатые края или после выдавливания, чтобы фаска появилась круглая. Как вариант сделать это с помощью вот этого нашего шрения, которое сомнив, которое все это сглаживает. Но, в принципе, можно будет попробовать сделать что-то такое. Чуть-чуть непонятный русский язык. Представление перевели к стране. То есть можно будет попробовать в качестве формы стартовой нарисовать дугу. Да, если говорить про форму, то лучше прямоугольник сделать у него уголки. Лишнее убрать. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, он не рисовался. Ничего, сейчас попробуем. Есть инструмент очень прикольный, который называется по-аглицки «следовать». Наверное, это будет по-русски «ведение», скорее всего. То есть можно будет попробовать разместить… Упс, что-то у меня не стерлось. Нужную линию нужного сечения рядом с нашей фигурой прямоугольникой. «Инструменты ведения». Да, только единственное, что да, немножко неправ. Это не совсем поверхность. Сейчас. Ну, вот сцены сделаю. На самом деле, все эти вещи, связанные с фасками, с прочими вещами, они очень хорошо делаются дополнительными расширениями. Есть, в частности, замечательные расширения, называющиеся «политуз», которые позволяют в случае необходимости все вот эти вещи, связанные со скоростями и прочее, делать просто по одному щелчку. есть прямоугольник, есть у меня нарисованная дуга. Соединяю это все к линии. Такая поверхность получается. Ну и, соответственно, инструменты ведения. И по контуру прямоугольника можно будет провести что-то такое будет получаться. Только дорисовать до конца, чтобы не было дырки. Что-то такое будет в случае необходимости сделать. Но это все немного будет не совсем удобно. Гораздо проще и удобнее поставить расширение, связанное с моделированием. Все гораздо проще и симпатичнее будет получаться. Рендеры, которые используются для скетчапа. Вот тот, который у нас стоит, из-за того, что он в варианте, который называется у них «хобби» бесплатный, это Twilight. Но самый такой правильный рендер для скетчапа, который вот есть в настоящее время, это однозначно рендер, называющийся «Miray». Лучшего нет ничего. На самом деле, честно скажу, я тоже этого не понимаю, потому что очень многие действия, связанные со сложным моделированием в скетчапе, они делаются не совсем логично и правильно. То есть, если делать какие-то сравнения с другими программами, подобно того же самого 3D Max, то там все чуть-чуть логичнее и местами даже попроще касаемо сложного моделинга. Но тем не менее, если там в том же самом YouTube поищите, то помимо всяких таких стандартных вещей, типа коттеджей, такие вот вещи рисуют, такую штуку рисуют. То есть та же самая акула. На самом деле, для того же самого скетчапа это местами даже очень круто, но, конечно, чуть-чуть нерационально с точки зрения подхода классического полигонального моделинга. Но тем не менее, рисуют. Правда, это уже не совсем будут стандартные возможности скетчапа, это будет уже скорее какие-то дополнения, связанные с моделированием, но тем не менее, все, как видите, получается очень даже так недурственно. Зубки, все дела. То есть расширение – это один из самых таких важных моментов, касающихся именно пользования скетчапом. Без них скетчап, конечно, был бы чуть-чуть пустоват, несмотря на преимущество простого создания геометрических форм. С дополнениями все получается совсем по-другому, совсем по-интересному. Да, зафикс будет, конечно. На сайте у нас все это будет выложено. Что? Решение. В интернете. То есть я с вами не могу? Есть бесплатная, есть за небольшую денежку. Многие вещи, которые у нас в России за небольшую денежку, типа они у нас находятся в бесплатном доступе. В принципе, есть очень много расширений, которые бесплатные, которые, в принципе, отлично работают. А не приводят? Не всегда. То есть все-таки нет. В том плане, что если у вас будет, например, более старая версия, то есть решение, которое будет работать только с ней. Ну, там обычно пишутся, когда там скачивают, там типа только для 2017-го встречалка. И, соответственно, начнем с 2018-го, который последний вес, он работает с решением, может, некорректно. Нет, я не думаю, что если вы покупали до основания, за 5000 купите, я с... Это будет в 2018-е, да. Да, конечно. Вопросы? Ну, отлично. Если тут рисует работа вот в программе, у нас стартует группа 16 апреля. Газовые действия, все основные расширения, которые из ПСЧК будут как раз осмотрены. Касающиеся решения, занимающиеся моделированием, касающиеся решения, которые будут заниматься так иначе визуализацией. То есть как раз после кончая этого курса рисовать разный интерьерный или интерьерный проект вы будете в скетчапе просто на ура и получать еще в итоге красивые, фотористичные картины. Если какие-то вопросы сейчас остались, можно будет смелыми вопросами мучить. Если вопросов нет сейчас, а если вдруг появится потом, моя электронная почта, на всякий случай раз покажу. Всегда можно будет мне на почте написать вопрос. Без всяких проблем вам помогу. Успехов, удачи! Если вопросы, остаемся на вопрос и мучим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!